Дело в том, что я в Нижегородской сельхозакадемии в свое время сам работал, до перехода именно на масло-жировой комбинат, на эту должность, которую сейчас занимаю. И поэтому у меня достаточно такие широкие связи именно с Самарской сельхозакадемией. Я здесь бывал уже неоднократно. И когда получил приглашение, я сразу же решил, что этот вопрос надо не откладывать, и именно ехать сюда для того, чтобы поучаствовать именно в таком форуме, который именно проводится, я так понимаю, уже в третий раз исторически уже, уже такая, можно сказать, круглая дата. И надо отдать должное то, что это организовано на таком хорошем уровне. И заинтересованность студентов, она непоказушная, как на первый взгляд кажется, когда проводятся такие объемные мероприятия, особенно, когда привлекают студентов. А именно видно, что люди заинтересованы в своем дальнейшем трудоустройстве, в своей будущей работе и общаются реально с людьми, которые представляют те компании, которые сейчас и занимают ведущие позиции, как на рынке Самарской области, так и в Приволжском федеральном округе. Сейчас наша компания выпускает соусы, это под торговой маркой Astoria. И ряд еще других продуктов. У нас здесь есть точки, которые входят в нашу группу компаний. То есть это три элеватора, это Борский элеватор, это Большая Глушица элеватор и Пестравский элеватор. И плюс еще к тому же есть Самарский жировой комбинат, который тоже входит в нашу группу. Поэтому контингент именно тех людей, которые имеют профильное специализированное образование и те выпускники, которые каждый год выходят на рынок труда, то есть лучшие из лучших, я так понимаю, работают все равно у нас или на нас. Здесь очень интересно это увидеть в том плане, что люди сами по себе начинают раскрепощаться. То есть у них уже есть какое-то понимание, их научили, пусть даже сейчас 4 года они заканчивают образование уже, то есть бакалавриат получают. Но у них уже есть представление о каких-то азах переработки. То есть они уже не стесняются задавать вопросы, то есть они уже где-то что-то слышали, где-то что-то читали, где-то уже что-то изучили. Может быть уже в тематике дипломной работает как-то отражено, но они уже именно перспективно, нацелено оценивают тех людей, с которыми они общаются в первую очередь, и задают им не какие-то там абстрактные вопросы, которые вот как будто на бумаге написали, вот задай этот вопрос, нет ничего подобного. То есть они задают именно вопросы от себя для того, чтобы получить на них реальный конкретный ответ. Специфика сельского хозяйства и аграрной отрасли в целом это когда ты не знаешь наперед, даже с учетом тех факторов, которые ты закладываешь, и должен быть уверен, ну как допустим при производстве автомобилей, либо еще чего-то. А именно все будет зависеть от каких-то определенных условий. Ну возьмем их агроклиматические. Либо в переработке тоже именно от соблюдения всех основных, основополагающих элементов технологии. Потому что когда человек это знает, он и будет это анализировать, и будет это применять на практике. И поэтому выпускники, которые себя именно позиционируют в этой отрасли, в первую очередь, понятно, что не все могут работать в отрасли сельского хозяйства, это достаточно тяжелый труд, но они найдут себя и всегда могут рассчитывать на хорошее вознаграждение за эту работу. Продолжение следует...